День с толком В студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Режим повышенной готовности. На Алтай надвигается новая буря. Краевое правительство ждет результаты проверок, чтобы помочь поставщикам Холидей не обанкротиться. Барнаульцы создали петицию, чтобы вернуть полюбившийся арт-объект на место. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В регионе вновь действует штормовое предупреждение. Снег, метели, порывистый ветер до 25 метров в секунду, обещают синоптики на ближайшие два дня. Это еще не последний циклон, который придет на территорию региона. К слову, за 20 лет такие обильные снегопады с метелями в крае фиксировали в 2000, 2001, 2016, 2017 годах. С учетом тех осадков, которые выпадут за ближайшие дни, естественно, мы пойдем за предел того, что у нас когда-то было в обозримом прошлом. В период шторма, как это, полы не моют во время шторма на корабле. Поэтому, значит, сейчас надо пережить эту ситуацию. Пережить, значит, поддержав основные моменты жизнеобеспечения. По мере улучшения погоды возвращаться к плановой работе по имеющимся пока что графикам, картам производственным, по началу ликвидации последствий. Губернатор призвал все службы в ближайшие дни обеспечить нормальную жизнедеятельность. В регионе своевременно ликвидировать возможные аварии, оказывать первую и неотложную помощь. О том, чего не хватает крупным городам края для своевременной ликвидации тех самых последствий, сколько времени потребуется Барнаулу, Бийску и Рубцовску, чтобы убрать снег с проезжих частей и тротуаров, расскажем в ближайшем выпуске новостей. А между тем в мэрии уже открыто признают, что город сам не справляется с уборкой снега. Администрация попросила помощи у студентов-волонтеров. Больше сотни человек взялись за лопаты. Они чистят снег в самых проблемных точках города, а также в частном секторе. Пожилым людям бывает сложно самим откопать свои дома после снегопада. Тему продолжит Ирина Корчагина. Их можно назвать снежными суперменами. Проблемы у Барнаула разгребают лопатой. Более ста студентов-добровольцев вышли на расчистку города от снега. Работают на самых сложных участках. Чистят подходы к зебрам лестничные спуски. Большинство ездит на общественном транспорте и вообще на машинах. И поэтому чистые дороги очень важны, особенно зимой. С начала зимы с территории города вывезли 570 тысяч тонн снега. Днем на дорогах работает 112 единиц снегоуборочной техники, 140 дворников и грузчиков. К слову, улиц в Барнауле 1250. Получается, не успевают, наверное. Сложные климатические условия. Снега много, поэтому я думаю, что они все работают, просто не успевают. У нас в нашем бюджетном учреждении, которое занимается содержанием в автодорстрое, постоянно ведется набор вакансий на работников ручной уборки. То есть можно работать и на полную смену, и на полсмены. Рассматриваются различные варианты. То есть мы сейчас готовы рассматривать все возможности, которые для нас открыты в техническом плане. Но, по всей видимости, рабочим не могут предоставить привлекательные условия. Потому что по нормативам городу нужно как минимум вдвое увеличить штат снегоуборщиков. В крае ситуация не лучшая. Глава села в Топчихинском районе не стал ждать помощи. Вместе с жителями чистят улицы вручную, потому что в селе нет техники. Вот осталось немножко. Еще метров 600. Но матушке природе все равно на отсутствие техники и рабочих. На выходных в крае опять ожидают метель еще мощнее, чем на прошлой неделе. Получается, что в этой ситуации снежные волонтеры – последняя надежда. Только вот без обязательств и графика работы. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Кстати, «Автодор» опубликовал объявление. Горожан приглашают на подработку на период снегопада в критерии отбора 1 – возраст старше 18 лет. Дворникам из народа предстоит очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановок, подходов к пешеходным переходам. За смену обещают 880 рублей. К другим темам. У трех человек в России подозрения на китайский коронавирус. Эта инфекция поражает внутренние органы. Вспышка нового коронавируса вызывает пневмонию. От него уже скончалось 17 человек. Очаг в китайском городе Ухань. Случаи зарегистрированы в других городах страны, а также в Японии, Южной Корее, Сингапуре и Таиланде. В связи с этим алтайских туристов просят воздержаться от поездок в Китай, а именно в город Ухань. Этот вирус передает носитель, поэтому тех, кто все-таки рискнет натура, такие будут, просят носить марлевые повязки, часто мыть руки, не пить сырую воду и не есть из уличных лайков. Проходит активная подготовка к празднованию китайского Нового года и, соответственно, миграция как самих жителей Китая, так и туристов будет значительной. Все-таки вспышка в Китае достаточно далеко от курортных зон. Соответственно, не такой большой риск встретиться с носителем этого вируса. Но, тем не менее, он в любом случае есть. Осторожными сейчас нужно быть и дома. В Алтайском крае на карантин массово закрываются школы и детские сады. Не работает уже 12 общеобразовательных учреждений и 5 дошкольных. По данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю зарегистрировано 18 тысяч случаев урвии. Больше половины заболевших дети младше 14 лет. В Бийске автобус занесло на гололеде, он сбил женщину на зебре. В соцсетях появилось видео, на котором видно, как пострадавшая переходит дорогу в положенном месте. Ее пропускает легковой автомобиль. А вот автобус начинает тормозить только перед самым переходом. Его заносит, он вылетает на встречную полосу и сбивает женщину. К счастью, она жива, но получила травму. У нее обнаружили переломы и сотрясение мозга. Само ДТП произошло 17 января, но видео появилось накануне. Ролик активно комментирует. Многие отмечают, что причиной, возможно, стала не только невнимательность водителя автобуса, но и сильный гололед. Тем не менее, за этим водителем уже имеются правонарушения. Он не уступал дорогу пешеходу. Алтайское правительство хочет, но пока не может помочь бизнесменам, пострадавшим от холидея. Сеть магазинов обанкротилась, но при этом требует поставщиков вернуть 6 миллиардов за уже реализованный товар. Конкурсный управляющий бывшей сети воспользовалась лазейкой в законе о банкротстве. Алтайский бизнес может не пережить возврата внезапно возникшего долга. Предприниматели уверены, что холидеи действуют незаконно. Они планируют подать в суд на конкурсных управляющих по статье «Злоупотребение полномочиями», повлекшие тяжкие последствия, неправомерные действия при банкротстве, присвоении растрата. Правительство Алтайского края это решение поддерживает, но пока не имеет наиск официальных причин, и поэтому ждет ответов от ведомств. Прокуратура и антимонопольная служба нарушений пока не выявили. Проблема действующего законодательства мы обязаны соблюдать. Есть та проблемная ситуация, которая возникла. И наша сегодня задача выработать совместные действия для того, чтобы ее максимально перевести в плоскость закона и решить в пользу интересов алтайского бизнеса. Аллейский подрядчик рекоператора по обращению с ТКО отсудил у него 2 миллиона рублей. Спецобслуживание центральное задолжало эту крупную сумму за вывоз отходов. Как отметила владелица подрядной организации, с первых месяцев работы рекоператор задерживал ей выплаты за проделанную работу. В частности, из-за этого она сама была на грани разорения и обращалась в суд. Там и ответчик уверял, что бизнес-вумен завышала число жителей в частном секторе Олейска и нерегулярно ввозила мусор. Но доказать это рекоператору не удалось. И суд постановил его выплатить подрядчику больше 2 миллионов долга. Получить оперативный комментарий, как отразится потеря крупной суммы на работе рекоператора, пока не удалось. Отметим лишь, что ранее его представители жаловались нашим корреспондентам на малые сборы с населения, которое также может поставить его на грань банкротства. Паровозик уехал, а вот вернется ли? Жители Барнаула создали петицию, чтобы вернуть декоративный паровозик на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. На днях его демонтировали. Вот так место выглядело днем, а с наступлением темноты паровоз еще и светился. Он закрывал трубы тепловой камеры. Теперь они оголились. Это и возмущает жителей. Петиции требуют вернуть прежний вид. В Сибирской генерирующей компании, которая принадлежат трубы, согласны вернуть декоративный элемент. Именно поставщик тепла устанавливал паровоз. Теперь он ждет ответного хода от властей города. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза – компания «Ивалар». До встречи!